Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыбной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать по поводу оснащения донки, точнее закидушки для ловли на реках. Данная снасть, которую я сейчас буду показывать, данный монтаж, я использую прежде всего для ловли на реке Оке. Универсальный самый вариант, который из шести спиннингов, из восьми на которые я ловлю, стоит у меня восемьдесят процентов, остальные двадцать процентов, как правило, это экспериментально, пробую каждый выше что-то новое. Ну прежде всего для ловли на реке я использую спиннинги длиной не менее 2 метра 70 сантиметров, это минимум, вот, есть и больше там 2,7, 3,3,2 и выше, 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 до четырех метров ставлю спиннинги. Это обосноваться тем, что заброс происходит на довольно таки дальнее расстояние, то есть там, к фарватеру, если в зависимости от места ловли, то где-то метров пятьдесят плюс течение, чтобы устаканить, поставить нормально на точку ловли кормушку, этого как правило хватает, это длинный спиннингов. Вот, далее, следующее звено, которое у нас используется, это катушка. Катушки используются, как самый простой, вот у нас кобра стоит, четырехподшипниковая, самая простая, самая такая элементарная, и есть у меня еще потяжелее, использую четырехтысячники, пятитысячники, это по объему шпули и, грубо говоря, силовые катушки. Вот, обуславливаю такой выбор тем, что под условием ловли, опять же, река, это все-таки течение, это нагрузки на удилище, на сам бланк удилища и на катушки. Ну, далее, леска. Леска у нас используется от 0,45, от 0,4 до, сам большой оставил 0,6. Можно ставить плетенку, но плетенка, плетенка это хорошо, это мощно, но там, делал, ловли у меня происходит в основном, я ловлю леща, белую рыбу, но больше леща, ориентируясь на леща, подлещика, гостеру, плату. Данная рыба, она больше предпочитает держаться на ракушнике. Плетенка, попадая на ракушник, грубо говоря, на камни, на ракушник, на бошь ракушник, она очень здорово режется и отсекается, то есть при посечке было много раз, в этом случае, поклевка, подходишь, подсекаешь, а вместо кормушки, соответственно, вытаскиваешь просто обрезы, лески, то есть режут очень здорово. Вот, я не говорю, что прям вся плетня, но там менее 0,2 миллиметров плетенка, вот, она режется очень здорово, вот, ну, плетенка она дороже и, соответственно, ее порусит сильнее, вот, нежели монофил. Вот, далее, далее у нас идет кормушки. Кормушки у нас бывают нескольких типов, в зависимости от течения я использую разную, то есть, самая распространенная, вот, в осенне-весенние периоды, это у нас 150-граммовые кормушки, довольно-таки тяжелые, конкретные. Производство это у нас белорусское, раньше ловил на вариковское. Ценовая политика у нас, как бы, изменилась, и, соответственно, вот варик, они, конечно, получше, у них базы подлиннее, вот, наглядно покажу. Варик, конечно, лучше, но дорого, вот, поэтому цены более бюджетные, подбирают и белорусские аналоги. Такая кормушка стоит у нас порядка 60 рублей. Вариковская стоит кормушка где-то порядка 80-90 рублей, вот. Там, кто скажет, разница 20-30 рублей не столь значительная. Да, не спорю, не столь значительная, но при одном условии, когда ты за одну рыбалку отрываешь 2-3, 2-3 снасти, 2-3 монтажа, то это, как бы, если у тебя выездов, вот у меня в среднем где-то выездов 15 за 3 месяца в летнем весеннем. Это довольно-таки ощутимо по деньгам выходит. Есть пластиковые аналоги, вот, пластиковые кормушки такие, тоже тяжелые. Производитель не знаю, чей сотка 100-граммовая. Видно? Должно быть видно. Они подороже. И я их использую в основном на прудовой ловле и на тех местах, где более-менее безопасно. По двум причинам. Первая причина, это, все-таки, это, опять же, та же самая цена. То есть, они дороже получаются, гораздо. То есть, такая кормушка стоит в районе где-то, ну, рублей 80-100, пластиковая. Вот. А обычно белорусские, вот, они у меня тоже есть. Ну, это у меня для стоячки, полтинник. Где-то у меня 80-ки были еще. 80-ка вот уже поюзанная все. Это для обратки, для обратного течения, где более-менее медленная яма, где медленное течение. Вот. Даже, не знаю, видно, не видно, я снял на Беларуси. Вот. И вторая причина, почему он, все-таки, не пластик, потому что я на них удачно наступаю, особенно ночью. Не видно. Фонарик. Светит плохо. Вот. Темно. Бросил, тем более, с рыбы достал рыбу. Вышел на берег, положил, рыба прыгает, ее не видно. Рыбу саму отцепил. Вот. Были моменты, были много раз, что наступал. Вот такие вот покалеченные ветераны у меня вот остались еще. Запасники. То есть я их снова беру для озер, коломлю на озерок, на трубак. Она у меня одна такая осталась, остальные уже минули, канули. Вот. Далее у нас идет следующий, это у нас антизакручиватель. Есть вот такие вот прямые. Вот. Не, не очень люблю. Есть вот такие вот изогнутые под углом, под определенным. Это градусы сороками, наверное. Вот. Вот. Для ловли на реке советую менять вот эти вот штучки. Антизакручиватель. Закручиватель. Артилюшки. На более крупное. Течение большое, нагрузка большая. Сильное течение. Лучше стать вот такие покрупнее. Помассивнее все-таки. Перехлестываться. В путь. Так, далее. Теперь по самому монтажу. Сейчас покажу, завяжу. Один раз соберу. Двери вот ставятся антизакручиватель. Обычно. Есть вот мягенькие такие. Я их особо не люблю, потому что ломаются здорово. Все-таки кормушка 150 грамм плюс. Сам корм туда надеваешь. Утяжеляет вот это все здорово. Кормушку. Вот. Берем вот эту зеленую. Вот этим вот уголком. В сторону кончика удилища. Пропускаем вот так. Пропускаем леску. Вот леска пошла. Так. Как правило, сборка и монтажа я занимаюсь уже непосредственно на самом берегу. Потому как на себе ношу где-то в чехле для удилища где-то 6-8 удилищ. Собран в виде при транспортировке. Это довольно-таки затруднительно. Не считая плюс основного снаряжения, то есть это прикормка, насадка и так далее, тому подобное. Вот. Поэтому раскладываю как пассианс, грубо говоря, на берегу. Собираю удилища. Устанавливаю катушки. Вот. Непосредственно уже на берегу занимаюсь сбором самих снастей. Уже монтажа самого. Вот. Далее. Вот так закрепили. Собрали. Заключить. Далее. Основная, наверное, тоже немаловажная вещь. Это у нас идет вертелюжок. Вертелюжки вот у меня набором есть. Не знаю, видно, не видно. Вот. Вертелюжки разного калибра, под разные условия ловли. Под аккумулятором берут вот такие вот крупные довольно-таки тоже вертелюжки. Все, что касается течения, все, что касается сильного течения, все очень крупные ставы. Вот. Потому что нагрузки колоссальные. На удилище, на саму снасть, на сам монтаж. Вот. Потому что при среднем течении, это где-то кормушка от 120 до 150 грамм. При среднем течении. Так. При минимальном течении, это от 80 до 100 грамм. На обратном. На обратном. На обратном течении ставлю. Кормушка в районе 70-80 грамм. Вот такие участки на кей попадаются крайне редко. Их искать надо. Надо знать, где они находятся. Вот. Сейчас покажу. Далее. Берется вот этот портелюжок и берется леска. Завязывается. Узел я уже, в принципе, показывал, как вязать. В одном из моего видео. Выпускается сюда, в колечко делается петелька. Вот так вот, обратно петелька. На леске это все здорово вешется. Лучше 2 раза, чем на капроновой леске. Нитки, в которой я показывал этот узел. Все. Почему-то у меня перед камерой не с первого раза получается. Наверное, все-таки. Вот. Все. Затянули. На утяжку пошел узел. Вот. Завязываем. Завязали. Почему так вяжется? Вяжется большой, потому что при забросе непосредственно самой снасти, то есть вес снасти очень-очень велик. То есть кормушка эта 150 грамм ставится вот такая. И плюс снасть, то есть довольно-таки крупная все. Так, ставится сюда крупный карабин. Не карабин, а застежка. Берем вот такую вот застежку. Ставим ее вот сюда. На кормушку. Для надежности. Устанавливаем уже непосредственно сюда. Пристегнули. Пристегнули. Вот она. Как правило, она не отсюгивается. Вот такие крупные. Если маленькие ставят, то они имеют чувство нехорошего раздинации. При больших нагрузках, при сильных течении. Где-то что-то зацепилось за камень, встало. Чуть подергали. Кормушка отстрелилась. Вот. При забросе. Хотя бы уделить внимание вот этому узлу. Вот узел надо вязать посильнее, поконкретнее. То есть, чтобы он был силовой. Именно. Потому что ты забросил, вся нагрузка идет все-таки. В эту сторону. Заброс в плеске. Дергает. И вся нагрузка уходит сюда. В были случаи отстреливался. То есть, снасть находится сзади тебя. Или там падает в ногах где-то в полутора-двух метрах от тебя. То есть, бросок. Соответствующий звук. И кормушка, если со всей снастью, остается на берегу. Вот. Вот такой вот монтаж делаю. Так, далее. Выше кормушки ставлю поводок. То есть, делаю петельку. Где-то сантиметров 30. Над кормушкой. Завязываю обычную петельку. Делаешь петли. Раз. Два. Три. Все, затянул. Небольшую. Среднюю. В эту петлю ставится поводок. Если у меня основная леска идет 0,45. А это 0,45 именно. Все, она довольно-таки жесткая. Сюда ставлю поводок. Короткий. То есть, с таким расчетом, чтобы у меня кормушка лежит, надо кормушкой был поводок. Например, он доходил до сюда. То есть, до кормушки сантиметров, может, 10 не доходил до кормушки. Для того, чтобы он не захлестывался с кормушкой. Ну вот. В принципе, поводки цеплять не буду. Сейчас покажу. Дома завязываю поводки с собой таскаю в двух планов. То есть, длинная. Сейчас объясню, какие куда устанавливаю. Вот. Короткие поводочки. Крючки такие здесь. Довольно-таки хорошие. Шестерка, семерка, восьмерка. Самоходовые. Прыбы все-таки на оке. Не маленькая. А если маленькая, то хватает жадно. Поэтому не имеет смысла ставить маленький. Поводок. Крючок по размеру. И ставлю длинную. Вот. Такого плана завязываю. Но это еще не делаю. Обычно перед началом сезона, где-то в апреле месяце, навязываем все поводки. Ставлю. Короткий поводок встает вот сюда. То есть, сверху кормушки. То есть, петля в петлю продеваешь, фиксируешь. Вот. И вот сюда. Наконец уже от кормушки идет у меня еще один поводок. То есть, он так отсегивается. Сюда уже поводок пристегивается. Сюда я не буду ставить поводок. Показывать по одной простой причине. Потому что если сюда ставлю поводок длиной метра полтора. Минимум. Полтора, а то и два метра поводок. Забросить это очень довольно-таки неудобно. Но тем не менее. Сейчас объясню почему. Потому что при постановке на корм все-таки крупная рыба, она за исключением, наверное, в редких, редчайших случаях, то, что она подходит сразу. Как правило, чем крупнее рыба, тем она дальше кормится. Она осторожнее. Вот. В поводок ставится леска у меня 0,2-0,22. Поводковая леска. Крючок номер 8. Ну и, соответственно, туда устанавливается или опарыш, или червь с опарышем. То есть, бутерброд. В зависимости от ситуации. То есть, если я приезжаю, ловлю еще не знаю настроение рыбы, ставлю сначала опарыша. Там две донки с опарышем ставлю, две донки червь-опарыш, две донки с червем и две донки ставлю соску. Соска – это сало. То есть, делаются полоски сала. Но это на выезде как-нибудь я это снимаю. Обязательно покажу материал. Нарезается сало примерно длиной, ну, сантиметра на 3,5-4. И по толщине они, где-то полоски, ну, не более полусантиметра, где-то вот такие. И цепляется прямо за сам кончик сала. То есть, он идет течение, он как бы играет. Вот. Сало устанавливаю на спиннинге уже непосредственно при ночной ловле. То есть, уже на аку приехал, стемнело. Начинает темнеет, солнышко село. Где-то после захода солнца, перед темнотой, вот такое время, кто уловил, часто, если пищатники, знаю, вот такой самый основной момент для подхода вот такой более-менее крупной рыбы. Ну, крупная попадается, как правило, после 12, где-то с часу, ну, с полвторого, с часу, наверное, скорее всего, побольше по статистике, попадается она именно вот на сало. Сало устанавливаю вот именно в такое сумеречное время, потому что лещ в основном выходит где-то с часу, с пол первого. Берем основное время где-то с пол первого до, ой, часов, наверное, до трех утра. Карась выходит. Накий, есть карась. Ловил я его хороший карась. Вконтакте, в группе, наверное, многие люди видели его. Там где-то средний, где-то грамм от 400 до 100 где-то. Вот такой попадался. Ну, попадается карась, почему-то в основном на оке идет именно на червя. Не опарыш, не сало, а именно червь. Любит он червя, но для ловли карася там основные свои места и снасти. Для ловли вот именно леща использую. Крупный лещ был пойман. Те, кто видел, навряд ли видел. Саня, вот у меня друг, да, я с ним как раз ловил. Помнят эту поимку этого парня на 2,5 килограмма лещ. Был пойман именно на такой поводок, на длинный. Вот. Хотя спиннинг сам был у меня длиной там железно-металлический. Может, еще кто помнит, такие были. Они как бортовые, как антенна, грубо говоря, на свертке. Вот. Был именно пойман на крупную. И вот весь лещ, который был пойман, более-менее там солидно. 1,5 килограмм, 1,8 килограмм и выше. Он был пойман именно на длинной поводке. Можно ставить короткие. Я вот знаю, у меня друг есть. Вот он ловит только на короткие поводки. Ну, в принципе, да. Ну, там снасть немножко другая. Сейчас я говорю о том, снасть, которую я использую. Снастей, вариантов оснастки очень много. Поэтому здесь уже дело, наверное, вкусно. У каждого рыболов свои. Маленькие секреты, маленькие тайны. Вот. Вот так, в принципе, все. С организатором покрышки служат. В ночное время вставлю вот сюда светлячки, светлячок диаметром 4,5 мм, вот, есть электронные вот такие сигнализации, кстати говоря, удивило по качеству то, что их хватает на 2-3 рыбалки, вот, не промокают, то есть не пропускают воду, как неудивительно тоже, падали они у меня воду совершенно случайно, при просечке слетали, но устанавливал обратно в такую капсулу, не промокал, прокладка здорово идет в воду, иностранно, тоже удивило, немало удивило, ой, все-таки у нас по большей части товар из Китая, поэтому я думал, что будет беда, но нет, выдержало, вот, что еще рассказать, так, по поводу оборудования на, ну вот так вот делается, переворачивается батарейка в такой вот капсуле, хорошая, удобная, даже на осенней ловле, вот там осенью ездил, ловим там, ночью 9 часов, 10 часов, хватает, хватает, на 2-3 рыбалки хватает, здорово, ничего не могу сказать, здорово придумали, вот, так, в принципе, по снасти все сказал, и застрял, по насадкам, самая популярная, наверное, самая средняя, усредненная, это у нас стандартная, это опарыш все-таки является, на опарыш идет все, даже больше, на опарыша была поймана несколько раз, мною даже самая, та же самая стерлядь, которая, сколько бы она раз ко мне не попадалась, столько бы она раз и возвращалась в усвояйся, то есть рыба краснокнижная, надо уважать природу, отправляется она обратно, то есть она нам не нужна, мы ее не берем, вот, далее, червь, червь, ну, не советую вставить его в дневное время, там, когда днем ловите, потому что все-таки большое количество присутствия мелочи, на точках волны, она сбивается, и не всегда можно увидеть даже поклевку, там, густера, если берлоглазка подходит, там, до 100 грамм, она ее благополучно сбивает, даже не сигнализируя, на спиннинг, можете не увидеть, просто небольшие покачивания самого хлыстика, вот, далее, сало, самое популярное, самое лучшее, это сало, не просто сало, берете, там, грамм 100 сала, нарезаете его, вот, на эти полоски, берете зубчика 4-5 чеснока, очистите, тейте его на мелкой терке, обкладываете это сало, этим чесноком, и убираете в холодильник, непосредственно, там, допустим, за трутом, выдвигаемся на речку, вечером заготавливаем, т.е. собираем все оборудование, режем, натираем сало, отставляем его, чтобы оно пропиталось, этим чесноком, вот, что еще, очень, очень нравится, особенно, вот, плотве и головлю, очень нравится, пареная пшеница на донку, в прикормку добавляется тоже, если у меня получается, там, пшеничка найти где-то, то распариваю, добавляю в прикормку, очень нравится головлю и плотве, пареная пшеница и кукуруза, кукуруза добавляется, если в прикормку идет, там, подешевле, можно взять какую-нибудь, там, самую дешевую, я бы даже сказал, потому что там больше нужен запах и маленькие частички, то на крючок ставлю, ну, всем, наверное, известно, будет дуэльку, это опять не агитация, но по качеству, вот, именно зерен для насадки берется маленькая баночка, чтобы ее хватать, там, одну рыбалку, вот, еще остается, прикорм добавляем, вот, так, ну, в принципе, все, а даже специфика, там, можно пиявку ставить, можно под камнями походить, поискать того же самого червя на берегу реки, вот, так, в принципе, все, ну, по поводу оснастки закидушки, вот, донка самая распространенная я рассказал, если это видео вам понравилось, или вы считаете его полезным, что-то, может, новое узнали, вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите, всем удачи, а не хвастает шуле, ребят, увидимся еще, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok